Момент падения Боинга 737 в аэропорту Казани зафиксировала наружная камера видеонаблюдения. Кадры, которые вы сейчас видите, уже изучают следователи. На записи видно, самолет падал практически вертикально, воткнулся в землю носом. Затем раздался мощный взрыв, горящие обломки лайнера разлетелись на десятки, даже сотни метров вокруг. Боинг, напомню, летел из Москвы, не сел в аэропорту Казани с первого раза, пытался уйти на второй круг, но не смог набрать высоту. Версий крушения несколько, среди них ошибка пилотов и техническая неисправность. Возможность теракта исключили. Оба бортовых самописца уже нашли и отправили для расшифровки в Москву. Они сильно повреждены, но пока не ясно, помешает ли это снять показания. Последний полнотехнический осмотр. Лайнер прошел в марте прошлого года, сообщили в Росавиации. Летчики были опытные, с большим стажем и регулярно повышали квалификацию. Эти и другие данные о состоянии самолета, подготовке экипажа, работе авиакомпании «Татарстан», который принадлежал «Боинг», следователи уже получили. Судмедэксперты начали процедуру опознания погибших при крушении «Боинга-737». В Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы сообщили, несколько родственников уже сдали кровь для генетического исследования.